я всем привет с вами снова рыбалка для души монтаже мы с вами уже связали осетров мы с вами уже поймали а почистить мы с вами так как не почистили сегодня вам покажу как правильно надо разделывать осетра вот и как правильно вытаскивать визигу быстро просто и наглядно так обмываем его немножечко от этой слизи под холодной водой вы все не сможете но если же вы берете его после того как вы поймали засовываете в морозилку когда вы засунете его морозилку не чищеного потом достаете вы его и вся слизь вся слизь которая у него грубо говоря вот въедается вот в эту шкуру которая вновь со шкура на выделяется она вся полностью вся грязь все полностью с него слезает и она как вот у собак также осетрано постоянно выделяется и вы ничего не делаете то если вы сначала приезжайте с рыбалки если вы хотите его быстро почистить и не мучиться можно конечно это сделать под горячей водой но я этого не делаю его сначала беру замораживаю потом размораживаю когда мне надо да еще такой немаловажный момент когда осетр замуж вы его когда замораживаете с кишками то он не вымерзает то есть соответственно вкус твои вкусовые качества он теряет как чищены не знаю правда почему как бы ну это много где пишут вот много где я читал все видите сколько от него грязи и теперь он после того как он поморозился он у вас не вообще не никак не грамма не с него не лезет не слизи просто сухая настоящая шкура еще берем ножичек и поехали приготовил тазик уже все это дело вытаскиваю еще раз говорю если вы не его не заморозите перед тем как чистить и не раз и не разморозите то слизь вот так просто и сделать его сухим у вас не получится вот поэтому мой вам совет берите вы его замораживаете вот не все и потом вы не будете мучиться блин да сколько можно я умою мою у меня слизь это постоянно лезет и она не отмывается да если вы его будете коптить для копчения грубо говоря делать то у вас получится вообще изумительный цвет вот вообще просто бомбовский он будет во первых красивый вот и будет вкусный выковыриваем с него жабры разрезаем тут до конца разрезали здесь по 5 вот мы все разобрали башку вот это дело заберем сверху жабры разрезали берем у таску практически целиком только хочет есть много удобно как удобно одно скажу что жена будет не в восторге от того что я череда раза фронтану и нечего потерпимся все это уже выдираем и очищаем поехали дальше и самое главное ну говорят это визига на самом деле мол ядовито но не знаю может она ядовито у рыб дикого происходит происхождение они продавая скажу честно ел не знаю в живой здоровый ничего не каких-то не заворот кишок не было ничего мне не болело такие дела на это момент я думаю всем понятно отмываете вырезаете и все теперь поехали к визиге и мы разрезаем хребет вот так вот разрезали такая вот ниточка и бьем так коротко надеваем это дело еще не так просто вырвать позвонка чтобы не порезать вот она вот она друзья сильные не тянет потихонечку не спеша она вся будет берете так на пальчик раз намотали чпок все с башки вы не вытащи опять также на пальчик нам от его на как силиконовый червяк для форели и вот так вот вытаскиваем потихонечку не спеша все вот она нового свечу соответственно к визигу я вытаскиваю только в том случае если рыбу вы будете коптить или там в духовке делать при нагреве рыба вот при нагреве в этой визиге она начинает ее распирать она просто берет и рвет вам панцирь и соответственно вы вытаскиваете ну блин уже вид соответственно вообще не тот и все это некрасиво получать и я не люблю когда что-то у меня некрасиво должно быть все красиво идеально так что такие вот дела вот обмываем все у меня здесь внутри снаружи у нас уже отмыл ну кто пожеланий если жарить там еще что-то делать там в разрубают плавники а мы с вами его закоптим копченого красиво обманчика